привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить обливиан последней серии мы выполнили первый заказ темного братства убили честно говоря непонятного человека даже не знал кто он рассказали убить так убили сейчас нам нужно направляться в чейдинг холл и там вступить уже собственно в темное братство посетить их обитель отлично вообще-то но перед этим мы выполним небольшой квестик у нас тут есть хаджинка которая сказала что у нее своровали картошку это несомненно крайне важное дело поэтому сейчас пойдем его выполним она единственное что заметила что вор убежали куда-то на запад вон туда поэтому давайте направляться по их следам и по квестовому маркеру я думаю нам нужно маленько спрятаться потому что после установки модификации нам стучат вообще все это хорошо игра по большей части превратилась даже в какой-то такой тактический экшен потому что убивают очень быстро нужно очень много думать так даже ох твою мать надо было выступать с утра куда я ночью поперся давай сейчас я грибу по моему так ну он сохранились медведь офигеть голодный испугался так не попал но давай все ушел похоже неплохо у нас рубанул конечно если мы не испугали а у нас что на на ножке такой эффект что ли стоит я не понял да вроде нет просто испугался меня похоже почуял неприятность а он идет вот хорошо и сюда до поле на стрелок что-то из меня вообще никак хорошо я думаю пару таких ударов и я лягу поэтому надо быть нечестным вот таким на боли смотри как он все ну да все потратили стрел ладно так где у нас они лежат тут что темноте вообще ничего не видно давайте хоть посмотрим что у нас на медведей скорее всего тоже ничего стрелы мая держать и на шкуру медведя ну да не будем трогать так ну и лан двигаем дальше больше постараемся не нарываться короче говоря как видите даже обычный дикий зверь ну медведь конечно с другой стороны ну даже обычный дикий зверь нас может порвать просто в клочья так ну и куда это варьё делась кто упер картошку я уж судя по всему близко ой ёлки-палки это ты что ли а ты кто такой вообще это он упер картошку ну слушай картофельный папа давай-ка мы тебя так вот не такой уж он и сильный давай 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 отлично смотри как пошло да одна плечо одна ох хорошая стрелок хороший так гигантский картофель в лесу мне повстречался огар уж не шрекли похоже это и есть вор которого описывала с джира поскольку у него с собой был гигантский картофель похоже возьмем его зубы вырвем отлично все пойдем за наградой прикольно было я конечно поначалу испугался это первый по-настоящему интересный противник которую я увидел в обле потому что скорее начинаешь там как сразу вот эти вот входят гиганты и летают драконы а здесь поначалу те грязи крабы там крысы какие-то да бандиты обычные бегают то есть не впечатляло алтогр он такой да внушительный был товарищ так лошадка ставишься устой здравствуй 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 друг мордастый так куда ты делаешь как так вообще только что тут стояла ну и дверь закрыта да хорошо да добрый чушь добру то если npc у нас сквозь потолки пролазит ладно здравствуй а буки дай мне квартиру до утра с утра зададим квест сниму это еще увидим не факт так хорошо и спим мы время час ночи уже обалдеть до 10 а потом потихоньку пешочком пойдем в чейдинг-холл ты можешь все-таки в коч уже добраться нет в чейдинг-холл попрем ты же мне нужно они у тебя они у тебя я чувствую что они у тебя но на а боги он нашелся так давай без этого я вознагражу тебя за труды я дарю тебе первую порцию моего знаменитого картофельного хлеба он ценится выше золота наслаждайся спасибо блин большое я больше деньгами взял безопасно так ну что он дает винишко выпьем запьем пивом полирнем обнаружение ты посмотри какие эффекты путешествие но я уже бухой мне без разницы так что у нас ближайшие вообще по карте провел убравили мы не были но нам нужно сюда в чейдинг-холл сюда нас ведет дорога приключений может переместиться а то такая дальняя дорога это давайте просто если мы сейчас пешком туда поскачем то у нас займет я думаю серии 4 прибрежные ухты на лошадка моя снежок идет так прям скорее его красиво на лошади получается в город нельзя ну ладно охота просто побыстрее приступить к их заданиям пока что я я вот именно серьезно по ним соскучился потому что задание за гильдию за гильдию то есть за темное братство обещают быть интересными надоело болтать с тобой как дела ужасно я даже говорить об этом не хочу я увидим кратышка что там у тебя как поживаешь а красиво туда так отлично сейчас мы те кое-что продадим хорошо попались прямо угол тебя идем как те тут неуютно здравствуй тертия ведусь и все для победы продает и ремонтирует оружие и успехи могу я чем-нибудь помочь тебе я тертия ведуция рейнольд а это же у нас когда мы были в короле нам сказали что в этом городе гуляет парень похоже на рейнольда джимейна и что там говорит гадость что ли не помню рейнольд джейми нет не знаю никого с таким именем в городе впрочем есть гилберт джеймин может он сможет помочь тебе он остановился на постоялом дворе новые земли но ты можешь поискать его на улице города вдруг он отправился на прогулку удачи понятно короче тут у нас еще один квест я про него и забыл ну давайте мы тогда во первых починить что-то сломано я могу починить во вторых увидим отсюда посмотрим что у нас есть ты не найдешь лучших цен во всем там реле ты посмотри да но я свой клинок горе пока никому не отдам по броне как-то не особо ну и куча всякой ерунды а нам лопата нужно кстати ты торгуешься до последнего но да так теперь продаем короткий меч холода продаем продаем на продаю потом это камень душ вставляем тебя мне душ не трогаем у нас их заполтение по вам в имперском городе кто-то неплохо так возьмется все равно весит они не особо много так что еще у нас тебе можно продать да не так много на самом деле я уважаю прощай прощай так ну хорошо как у нас может а вот кстати вполне возможно это он я не помню как выглядит тот человек уйда отстань так квесте дать сначала этот выполним то что он я думаю быстрее будет вот постоялый двор а потом уже пойдем в темное братство все-таки охота я так понимаю что это два братца близнеца которые были разлучены при рождении поэтому такие казусы происходят над нами так подожди где погиб ой как вас много это обалдеть у меня уже уши болят смотри похож только тот алкаш могу я чем-нибудь помочь тебе рейнольд знаешь он жив мне говорили что мои мать и брат погибли это потрясающе я должен увидеть его как можно быстрее прошу извинить меня мне нужно собираться в путь пожалуйста приходи навестить нас в короле было бы замечательно если бы мы оба смогли поблагодарить тебя за то что тебе удалось воссоединить нас ну это посерьезнее да парень тут бухой постоянно ходят там пока пока это у нас такой примерный мальчик ой надо бежать отсюда уйди с дороги у меня уши болит этот таверн там человек 15 на сидит и все говорят одновременно так хорошо теперь чем потом надо будет скоро как-нибудь зайти на сейчас нам нужно вот сюда заброшенный дом не знакомы кто ты да какое мне до этого дела да ты мне ни к чему так что уходи я прошу очень вежливо потому что моя мама хорошо воспитала меня ну ладно что такое штрафы тех пор как у лирих лэланд занял должность капитана стражи жизнь в городе становится все хуже и хуже страшно уши на улицу выходить стражники ввели новые безумно высокие штрафы за каждый чих они похоже выдумывают законы только для того чтобы вытянуть из нас побольше денег но ты чё если ты не можешь заплатить штраф у тебя конфискует собственность или бросают в темницу замка и мы ничего не можем с этим сделать если тебе это интересно поговорить с ливаной не дали она решительно настроена против ульвиха и его новых штрафов интересно обязательно займемся в чем в городе происходит о чем ты меня спрашиваешь я что похожи на собаку вайла и иди отсюда займись вышиванием поиграй на флейте или найди себе еще какое-нибудь занятие ну и понятно говори если есть что так дать попробую я перезабыл как это делается так вот этот и неплохо так вот эти нравится нет пожалуйста прости отлично так дальше поворот ой я опять забыл короче как так можно ну допустите мной манипулировать какая тупая шутка не надо больше ты пугаешь отлично вот этого нам не нужно как их пропускать вот эти я не помню восхищение она и любит и не очень любит когда я шучу это не смешно так это мне ну все в принципе нормально так потихоньку разберемся короче говоря короче говоря сам еще маленькой испортил именно теперь расскажи мне про чейдинг холл понятно ну ладно короче говоря берегись пока пока короче говоря насер ничего мне не сказала смотрю тебя и не хочу знать подожди ты же не знаю тебя и них убирайся отсюда пока я не приказал заковать тебя в кандалы папа не треснет я не знаю тебя и не хочу знать я не знаю тебя и не хочу да что ты заводил то я не знаю тебя и не хочу знать я не знаю тебя и не хочу знать добавленную ты посмотри убирайся отсюда пока на бывает же так где у нас речка надо пройти по нормальному снежок идет приятный городок такой европейский ты что у тебя я улен хлерву маг замка возможно тебе говорили что я скандалист богохульник и циник эта характеристика абсолютно точно я презираю богов и тех кто поклоняется им отлично пока городок красивый но не самый приветливый что-то у них тут происходит да кто сколько ты времени сейчас то бухой в сопли вообще кто понятно пусть гуляет так идем в эту часть города посмотрим что у нас тут кроме заброшенного дома но я так понимаю что это вообще на ошибе все находится красиво безлюдно тут как-то они вполне нормально кто это я не помню один из богов так а вот и заброшенный дом нет нам не так нужно я честно говоря не помню как а вот нормально без ключа не получится так хорошо как мы сюда попадаем мы сохраняемся и пытаемся вспомнить попытаться открыть дверь ведущую в подвал на вопрос мне нужно ответить кровавый красный других дверей я как-то не заприметил придется ломать что окей в этом у нас опыт имеется неплохой дальше что же все чуть смотри как-то так тихо не спеши да блин ты посмотри мы отмечек поломали да ну жутковато тут лишь подвал хорошо наверху что это прям хоррор какой-то дом просто вообще разрушен вот обливина так 120 веков в пустоте что постигли народ привели к искушенности к искушенности во зле потом светлые боги решили наказать тех неверных духов и разбить неправых кайтифов этих огромных нечестивых разрушителей отвратительных свету жестоко раскаялись они в том что смотрели на обливина и увидели там первое темное отродье и приветствовали их как братьев и сестер царство победы видели как велико было зло сбившихся с пути духов и видели что они закоснели в грехи лжи они решили покарать племена дейдра и разгромить темное племя молотом рукой но всегда тьма будет соперничать со светом и велики силы что дышат пустотой и вводят друг друга в запустение никакая клятва не свяжет их так глубоко погрязли они в зависти и нечестие ибо однажды порталы откроются и кто закроет их пред перед поднявшимся приливом понятно охотничьи макосина что не красный так хорошо все пойдем в подвал да тут мне очень приветливо ты посмотри да вот и оно слышите жуть каков цвет ночи кроваво-красный брат мой вот мы и тут ну круто сделано вообще я в убежище темного братства теперь мне нужно поговорить с ачивой добро пожаловать домой приветствую брат приветствую я ачива хозяйка этого убежища люсьен рассказал мне о тебе добро пожаловать в темное братство теперь ты будешь жить в нашем убежище пусть оно служит тебе новым домом местом где ты можешь найти успокоение и защиту если в том возникнет нужда когда ты будешь готов к работе поговори с винсентом вольтиери он отвечает за распределение заданий для новых членов семьи но прежде чем ты уйдешь прими этот дар от твоей новой семьи это уникальные доспехи они легче чем доспехи из обычной кожи и черны как пустота теперь иди я и так слишком задержала тебя винсент ждет ты найдешь его в его покоях иди дитя мое да прибудет с тобой ситис хорошо кто вообще такой люсьен лошанс люсьен не часто появляется здесь его обязанности в черной руке и отнимают у него много времени поэтому он доверил мне руководить этим убежищем расскажи про мать ночи чтобы воспользоваться услугами темного братства заказчик должен исполнить ритуал матери ночи только тогда она услышит его мольбы об убийстве это древний обряд темное таинство во всей империи каждый день люди взывают к матери ночи умоляя ее забрать жизни других после того как человек исполнит ритуал с ним связывается уведомитель выплачивается сумма золотом и оговариваются детали так было всегда хорошо расскажи про убежище это не единственное убежище темного братства есть и другие по всему сиродилу во главе каждого из них стоит уведомитель черной руки ну ладно ступай дорогой наш родич да заключить тебя мать ночи в свои холодные любящие объятия подожди мне нужно одеть свою новую броню офигенно да понятно они целиком полностью значит круто чё мне нравится внешний вид шикарный правда снимает а нет хорошо жалко перчатки так а что они дают вообще стрельба клинки акробатика скрытность круто вот это по-настоящему круто а капюшон что дает ну да неплохо фу ну что так чё у нас там по времени твое присутствие честь для меня чем а чего может быть полезно можно немножко осмотреться тут довольно уютно давайте мы походим маленько опа-па тренировочный зал хорошо здесь довольно таки уютно неплохо хорошо пошла не косой движение сложнее оп красавчик отлично так ну что ладно неплохой тренировочный зал только пустой какой-то да видок я бы сказал это я думаю колодцу понятно так так ты кто я столько слышала тебе добро пожаловать в нашу семью добру добро пожаловать брат я так рада наконец встретиться с тобой надеюсь у тебя все в порядке актриса похоже это кара де бора унгер так что расскажешь про люсьена про акакия я буду всегда считать люсьена лошанца моим спасителем когда он нашел меня я была в отчаянном положении на волосок от гибели я обязана ему всем хорошо кто такая мать ночи мне всегда было интересно кто такая мать ночи на самом деле говорят что это старая женщина живущая где-то в сиродиле но я в этом не уверена ну знаешь я вообще-то и увидел я ты зачем это делаешь я рад приветствовать тебя в этом убежище мой новый брат ну здравствуй добро пожаловать в нашу семью и в это убежище надеюсь здесь ты будешь чувствовать себя как дома в любящих объятиях нашей госпожи госпожи Матери Ночи хорошо мать ночи нечестивая матрона темного братства она направляет нас так же как когда-то отец ужаса ситис направлял ее понятно да прибудет с тобой ситис а ничего у вас тут так уютненько почему они все когда я с ними поговорю они начинают куда-то уходить что тут казармы ну да жилые помещения давайте посмотрим так что бочки ух ты какая здоровая шемер понятно тут они кушают тут они спят в общем все в принципе логично и осталось еще одно помещение там я думаю нам будут давайте квест седжики тоже знакомы орден мы с ними столкнулись в чем смысл зачем утруждать себя всеми этими прятками зачем красться мой дорогой гагрон ты убийца темного братства само наше существование тень и скрытность ты не ценишь наши секреты конечно я ценю наши секреты и никогда не предавал их но использовать скрытный чтобы убивать это какое то малодушие но брат что ты скажешь о контрактах которые требуют тонкого подхода по крайней мере тебе должны нравиться премии которые за это положены премии чушь говорю я золото и магические побрякушки не заменят мне свободу убивать того кого я захочу так как я захочу короче очевидная торпеда может твои методы и грубоваты но у тебя преданное братство сердце как не сомневаться мастерам сомневаться не x но сомневаться голову своего врага да кто-то говорит хорошо расскажи мне про мать ночь мне твоя точка зрения интереса я не знаю кто такая мать ночи но она плата она ничего удивительного людей хотел бы я чтобы моя собственная мать так меня любила понят поговорим позже так подожди не чувствуется с тобой честь сердечно приветствую тебя я телендрил лесной эльф и верная дочь ситиса надеюсь тебе понравится наше убежище научила бы ты лучше меня скрытности немножко хотя бы ну да ладно расскажи мне честно говоря я скучаю по высоким вязам валенвуда земель а изгнали оттуда много лет назад за дела который не хочу обсуждать теперь мой дом тут слухи какие ох не стоит мне ну ладно у гагрона был домашний кролик словно ребенок он так усердно нянчился с ним что раскроил ему через вот уволень понятно так ну что давайте на этом завершим эту серию следующий продолжим исследовать это подземелье возьмем новые контракты собственно будем двигаться по моему это очень круто словно оказался дома после долгой дороги я честно говоря соскучился по темному братству и пока что вижу что она как минимум не хуже того чтобы в skyrimi что само по себе означает интересные события интересные квесты как бы там ни было увидеться следующей серии надеюсь вам понравилось я что-то со все большим и большим интересом втягиваюсь в эту игру игра по-настоящему как клубок какой-то чем больше разматывается тем круче короче говоря ладно всего хорошего пока 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 а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok